Мир вам, дорогие друзья, уважаемые коллеги, мы с вами снова на канале Псифар ТВ, который всегда на вашей стороне. Благодаря нашей эмблеме, нашему делу за ваших оплакивая мертвых, разбивая молнии, мы продолжаем разговор, у нас учебный цикл идет о нейролептиках. Сегодня очень важная тема. Она важна в двух отношениях. Вверх мы будем говорить о нарушениях сна, которые возникают на самых атипичных нейролептиках. Вы знаете, что есть такое деление атипичной нейролептики. Мы всегда были против этого разделения, потому что на самом деле нейролептики могут отличаться по механизму действия, но не как по рекламному слогану. Но поскольку эти рекламные слоганы атипичны, атипичны и все же приняты, мы решили включиться в эту игру и рассказать вам о том, какие действительно нейролептики являются самыми атипичными. Ну и прежде чем начать, вы знаете, что мы всегда подходим очень ответственно к заданию. Мы всегда начинаем с основ, с азов. Азы состоят в дофаминовой теории возникновения шизофрении, которая гласит, что при шизофрении нарушается активность дофаминовых нейронов. В мезолимбическом пути, что такое путь, это цепочка из нейронов, и там активность дофаминовых нейронов возрастает, отсюда бред и галлюцинации. А в мезокортикальном пути, это лобная, прежде всего, кора, там апатия, социальность, падает активность дофаминовых нейронов. Соответственно, шизофрения – это как бы двуглавый дракон. Поэтому называется позитивный симптом бред и галлюцинации. Позитивный они называются по странному обстоятельству, потому что вроде бы вот этих симптомов не было, поэтому они появились. Но это очень странная логика, потому что бред и галлюцинации не могут быть позитивными. Позитивное вообще слово, созвучно в русском языке, хорошему. Поэтому мы называем эти симптомы гипердофаминовыми, а негативные симптомы, то есть симптомы вот этой асоциальности, апатии, отсутствия выпадения, поэтому негативные мы называем гиподофаминовыми. Значит, два типа симптомов. Конечно, при шизофрении есть и другие симптомы. Мы об этом тоже обязательно будем рассказывать, о том, как их надо лечить. У нас все в планах, вы не беспокойтесь. В ближайшее время будет то, как лечить депрессии у больных шизофрении. Все мы обязательно расскажем. Депрессивные симптомы также часто возникают при шизофрении, как и при, скажем, биполярном аффективном расстройстве. Но об этом будем говорить. Итак, гипер- и гиподофаминовые симптомы. Так вот, надо вам сказать, забегая вперед, что большинство нейролептиков, они действуют прежде всего на гипер-дофаминовые симптомы. И это понятно почему. Потому что бред-агаллюцинация на самом деле в наибольшей степени угрожает как самому больному, так и его окружению. Потому что мало что ему там скажут голоса. Ведь бывает очень часто голоса подсказывают больному убить кого-то, сделанности себе какой-то вред, выпрыгнуть из окна, покончить с самоубийством. Это очень-очень тяжелое расстройство. Поэтому, конечно, гипер-дофаминовые симптомы, которые возникают, вы видите, из-за чего дофамина становится больше. Дофамин выделяется первым нейроном, который слева, достигает второго нейрона, который справа, касается постсинаптических Д2 рецепторов, специальные улавливатели для этого самого дофамина. Возбуждение катится дальше. Что можно сделать? Надо прекратить развитие возбуждения любой ценой. Это действительно очень опасно. Насначают нейролептики, антипсихотики, которые прикрепляются к этим самым рецепторам. Ничего они к этим рецепторам не делают. То есть, сами они не способны на них воздействовать. Но они закрывают эти рецепторы от дофамина. Дофамина просто некуда деться. Он не может возбуждать соседние нейроны. Дофаминовая активность резко падает. Вот почему мы сделали новую классификацию нейролептиков. Причем она такая же простая, это классификация нейролептиков, как наша простая классификация антидепрессантов. Есть Д нейролептики, Д буковка большая, со стрелочкой вниз. Есть нейролептики, Д нейролептики тоже, потому что на дофаминовые нейроны, опять же, стрелочка вниз, но буква Д маленькая. Как всегда, вы знаете, что эффективный механизм действия мы обозначаем большой буквой. Слабый механизм действия мы обозначаем более слабой буковкой, Д малой. Дальше у нас есть Д нейролептики, тоже на дофамин действующие. Стрелочка вниз и вверх. И вот это, пожалуй, самый атипичный нейролептик. Потому что он, собственно говоря, в этой группе один. Еще точно такой же атипичный нейролептик. В группе Д нейролептиков, но Д малая, это сульперид, стрелочка вверх и вниз. И последняя группа приравнивана с ГД, это нейролептики, которые навязывают дофаминовым нейронам сниженную активность. Причем они именно навязывают свою сниженную активность вот этим самым дофаминовым нейронам. Их здесь два. Репразин и арипипразол. Так вот, если мы сейчас зададимся вопросом, какие антипсихотики являются самыми типичными и атипичными, то я думаю, что ответ будет ясен. Типичные нейролептики, это те, которых много. Вот посмотрите две первые группы. Там полно представителей. Поэтому я думаю, что их вполне можно называть типичными. А вот те группы, где представителей мало, их, конечно, надо называть атипичными. И вот дальше здесь возникает разговор о сульпериде, о амисульпериде. Мы сегодня будем на его примере, как один самый атипичный фактически нейролептик. Мы будем говорить об этом препарате. И вот этот препарат высоких дозах действует точно так же, как и типичные. Он блокирует постсинаптические Д2 рецепторы. Не дает дофамину действовать. Дофаминная активность падает. Возникает возможность действовать на гипердофаминовые симптомы. Но вот то, чего нет у типичных антипсихотиков, это возможность воздействия на пресинаптические Д2 рецепторы. А вот эти пресинаптические Д2 рецепторы, они здорово отличаются от постсинаптических. Потому что постсинаптические предназначены для передачи возбуждения. На них действует дофамин, возбуждает следующий нейрон. А пресинаптические Д2 дофаминовые рецепторы – это тормоза. которые на самом деле нужны нейрону для того, чтобы понимать, что вокруг него творится. И если возникла угроза возбуждения или перевозбуждения, слишком много дофамина, то дофамин действует на эти пресинаптические Д2-рецепторы, то есть действует фактически на первый нейрон, из которого он сам вышел, присоединяется к этому самому рецептору, и нейрон понимает, ага, дофамина стало много, надо прекращать его выбрасывать, и дофамин активно снижается. Это так называемый механизм отрицательной обратной связи. Что делает препарат селян? Мы много раз об этом говорили. Он прикрепляется к этим самым рецепторам пресинаптически в низких дозах. Что за низкие дозы? 50-300 миллиграммов прикрепляется к этим рецепторам. Он сам на них, эти рецепторы, не действует. Он просто закрывает их от дофамина, и, о чудо, вот этот механизм торможения не действует. Дофамина выделяется достаточно, и этот дофамин доходит до соседних нейронов и начинает их возбуждать, что очень часто нужно сделать при так называемых гиподофаминовых симптомах или негативных симптомах шизофрении. Причем, обратите внимание, мы уже много раз подчеркивали, это очень и очень важно, что действует на соседние нейроны не сам препарат, а действует дофамин, то есть натуральный нейромедиатор, к которому эти препараты приспособлены. Именно поэтому у солиана есть показания пациента с преобладанием негативной симптоматики, чего этого показания нет ни у одного другого нейролептика-антипсихотика. То есть мы говорим о том, что это, конечно же, самый атипичный нейролептик. Ну и, конечно, если применять этот нейролептик, вот почему мы говорим о нарушениях сна, то здесь приходится ломать определенные стереотипы. Вот эти стереотипы, они также связаны с использованием типичных антипсихотиков, которых много, которые предназначены для того, чтобы прежде всего гасить активность дофаминовых нейронов. А тут стереотипы приходится ломать. Как это такое, повышать активность дофаминовых нейронов? Да, вот как на этой картинке. Читит женщина такси, а тут машет рукой пешеход. И они мило расходятся. Конечно, эта ситуация шуточная, но здесь она тоже имеет место быть. Как обычно лечится шизофрения и как используют нейролептики, прежде всего, врачи? Они, конечно же, назначают эти препараты в высоких дозах, потому что, еще раз говорю, не хотят, нет ничего плохого в том, чтобы прекратить бред и галлюцинации, которые могут быть опасны для самого больного, для окружающего. Прежде всего, человек, врач, он должен спасать. А спасать самого больного, спасать окружающих – это его основная функция. Поэтому, конечно же, препараты назначаются в очень-очень больших дозах, добиваются того, что появляются побочные эффекты. И мы сейчас об этом чуть позже скажу. Экстрапирамидное расстройство, когда пациента сковывает, буквально ему трудно двигаться, движения замедленные. И это все врачам очень-очень нравится. То есть, им не нравится, когда пациент расторможен, когда он двигается быстро. Им нравится, когда пациент скован, потому что такой скованный пациент не может с собой ничего сделать, и уж тем более не может ничего сделать с окружающим. И врач успокаивается. К сожалению, конечно, вот это вот успокоение, оно выходит очень многим больным боком. Это вот мое исследование Анкорпси, я давно на него ссылаюсь. Хотите прочитать это исследование, оно напечатано, набираете слова Анкорпси большими боками, можете даже малыми, в любом поисковике будет вам ссылочка на мое исследование, которое напечатано, и полнотекстовый доступ, вы можете его почитать. Так вот, в этом исследовании я изучал больных, которые наблюдаются в психонерологическом диспансере, конечно же, с диагнозом шизофрении. Выясняется, что многие из них получают очень-очень высокие дозы, есть возможность сравнить эти дозы при разных препаратах, потому что есть так называемые эквиваленты, хлорпомазиновый или аминозиновый эквивалент, который позволяет приравнять любые нейролептики к дозе 100 мг аминозина, сопоставить с этой дозой. Так вот, в хлорпомазиновом эквиваленте получают 10 мг галлоперидола, и 6,5 мг фрисперидона, высокая доза, как вы понимаете, причем это хорошо, если один, а то назначают и два, и три нейролептика, то есть это комбинированная терапия. И назначают годами эти препараты, вы видите, галлоперидол там 5 лет, на фрисперидон 2 года, то есть это достаточно долго. И вот это вот долго, она вывлекает от того, что действительно пациенты с трудом двигаются, у них объединена мимика, у них затруднено движение, у них ригидность с мышцами, вообще трудно работать, требором трудно передвигаться. Выглядят такие больные вот таким образом, и тогда начинается разговор о том, что перед нами на самом деле не побочные эффекты нейролептиков, но это некие, ну скажем, проявления дефекта. И действительно, вот в этом исследовании анкоропси нам удалось показать, что врачи воспринимают симптомы, вот эти экстрапирамидные, побочные эффекты нейролептиков в виде тремора, в виде обеднения мимики, в виде мышечной ригидности, как проявление дефекта, потому что они находят эти расстройства, чаще у тех, у кого они отмечают уплощенный эффект эмоционально отгорожить. Ну а, конечно, если тебе трудно двигаться, если у тебя обеднена мимика, то как ты будешь выглядеть? Ты же не будешь выглядеть деятельным, активным, эмоционально реагирующим. Поэтому, конечно же, негативные расстройства. Но все это очень и очень нравится. Врачам кажется, что спокуха, все под контроль. Теперь мы возвращаемся к самым атипичным нейролептикам, которые могут бодрить, потому что они могут вызывать повышение активности дофаминовых нейронов. Я еще раз говорю о миссульпридцелиан в дозе 50-300 миллиграммов способен к повышению активности дофаминовых нейронов. И когда повышается активность дофаминовых нейронов, активизация, то, конечно, может возникнуть бессонница. И эта бессонница, она чрезвычайно пугает больных и чрезвычайно пугает врачей. Вот я, честно говоря, живу очень долго на этой земле, и я не понимаю, почему люди боятся бессонницы. Нет в мире еще ни одного человека, который умер бы от бессонницы. Но, тем не менее, есть в мире огромное количество людей, которые принимают от бессонницы огромное количество препаратов, честно говоря, неизвестно зачем. И вот здесь к нам поступил, почему, собственно говоря, весь СССР-бор по нарушению сознания, к нам поступил вопрос, а вот что делать в ситуации, если на самых атипичных антипсихотиках, которые увеличивают активность дофаминовых нейронов, может возникнуть бессонница. Первое, что нужно, посмотрите, сделать, нужно, конечно, обратиться к литературе. И вот есть очень интересный метаанализ, мы его обязательно в описании, я думаю, что приведем, потому что, действительно, это современный метаанализ. Здесь рассказано о том, какие средние дозы различных препаратов действуют на гиподофаминовые, гипердофаминовые симптомы. И вот показано, что на основании исследований, многих исследований, что гиподофаминовая симптоматика, то есть негативные симптомы, шизофрении, начинают проходить у 95% больных на дозе, обратите, пожалуйста, всего 70 миллиграммов в сутки. То есть, вот мы говорим, солиан действует, повышает активность дофаминовых нейронов в дозе 50-300 миллиграммов в сутки, но эффективная доза оказывается 70 миллиграммов в сутки. То есть, это не так много. Предположим, а у нас же вы знаете, что люди любят назначать хорошие дозы, ну, например, есть таблетка по 200 миллиграммов, почему бы эту самую таблетку 200 миллиграммов и не назначить, и вдруг возникла бессонница. Что в этой ситуации нужно делать с таким пациентом? Да дозу надо просто снизить, ведь мы лечим прежде всего негативные симптомы. Если эффективная доза в большинстве исследований, чтобы помочь 95% больным, она составляет 70 миллиграммов, ну, значит, можно не назначать 200 миллиграммов, можно снизить дозу. Конечно же, эффективность воздействия на негативные симптомы все-таки дозозависимый эффект имеет. Там есть определенная кривая, пожалуйста, посмотрите эту статью, поэтому, конечно же, не всегда нужно снижать дозы, иногда нужно, наоборот, дозу увеличивать, потому что вы, например, видите, что вы прибавляете дозу, и негативных симптомов становится меньше. А вот что в этой ситуации можно сделать, когда ты уже бессонница? Есть второй очень важный подход, я надеюсь, что все психиатры это хорошо знают, потому что есть очень много так называемых препаратов, которые купируют психомоторное возбуждение, и которые купируют импульсивность, то есть они просто говорят препараты нейролептики с седативным значительным эффектом. Вот мы много раз рассказывали об этом препарате, пока о препаратах, показывали вам эту таблицу, вы видите, что внизу у большинства препаратов маленькая буква D. Что эта маленькая буква D означает? Эта маленькая буква D означает, что они, если снижают активность дофаминовых нейронов, то очень слабо. Я бы не стал, ну да, зато они снижают активность норадреналиновых, гистаминовых, ацетилхолиновых нейронов. Буковки НГА они довольно большие. Мы сейчас скажем, почему это сопровождается седативным эффектом и, соответственно, снотворным эффектом. Поэтому вы можете абсолютно спокойно к самому атипичному антипсихотику Масцелиану присоединить какой-нибудь из этих препаратов. Думается, что, конечно, не ланзопин, потому что здесь большая буква D, а вы знаете, что нам нужно не гасить активность дофаминовых нейронов, если мы лечим негативную шизофрению, а наоборот, ее повышать активность. Ну и в этом плане, конечно, очень хороши такие препараты. Вот, конечно же, препараты, как клозапин и квитиапин. Почему они хороши? Доказано для этих препаратов совершенно точно, что в каких бы дозах вы их не давали. Ну, например, вот если аминозин назначать в очень высоких дозах, например, 1200 миллиграммов и выше аминозина, то он может превратиться у вас в сильный D-ниролептик, который будет сильно снижать активность дофаминовых нейронов. Что нам не нужно, хотя больной и будет спать. Так вот, если вы назначаете квитиапин и квазапин, в каких бы дозах вы не назначали, а зачем я это все рассказываю? Ведь на самом деле нужны маленькие дозы, чтобы человек заснул. Но у нас, к сожалению, психиатры не такие. И они любят очень большие дозы, я знаю, что будут с дозами перебарщивать, лишь бы человек спал. Так вот, доказано, что квитиапин и клазапин, к счастью, никогда, ни при каких обстоятельствах, ни в какой дозе, не могут занять больше 50% дофаминовых рецептов. Так что, поле деятельности для лечения негативных симптомов для дофамина будет оставаться. Ну, а вот я вам рассказывал о том, как формируются симптомы возбуждения бессонницы, это примерно одно и то же. Значит, это норадреналиновые нейроны, это движение и ускорение мысли, это гистамин, это уровень бодрствия, непосредственно бессонница, это ацетилхолин, это наплывы во вспоминаний, ну, дофамин, вы знаете, это гипердофаминовые симптомы, что делают эти самые препараты, снижают активность всех этих симптомов сразу. И, конечно, человек тут же засыпает. Поэтому, как побороть бессонницу, если повышена активность дофаминовых нейронов? Назначьте небольшую дозу, еще раз подчеркиваю, Д-нейролептика, Д-малая, да, стрелочка вниз, которые обладают выраженными седативными свойствами. И тогда, конечно же, бессонница пройдет, а антинегативные свойства будут оставаться. Мы вот тут переходим уже к комбинации. Нас тоже часто спрашивают, как сочетать нейролептики. Поверьте мне, такое сочетание часто используется в жизни. Но и это еще не все. Есть другой способ лечения, более даже щадящий способ лечения нарушения сна у больных с самыми атипичными антипсихотиками, которые повышают активность дофаминовых нейронов. Но есть, например, такой препарат, который называется Таралиджен. И который по недоразумению, посмотрите, у нас есть плейлист Таралиджен, почему-то его относят к нейролептикам. Мы решили, что нейролептиками мы будем считать только те препараты, которые действуют на Д2-рецепторы и дофаминовые нейроны. Вот у этого препарата не в нашем в нашей описании, только в классической. Заглядывайте, пожалуйста, в классическую инструкцию этого препарата, а то многие лазают, инструкции у нас там бог весь какие. Так вот, там нет указаний на то, что этот препарат действует на Д2-рецепторы. В международных крупных базах данных тоже нет никаких указаний. Это просто антигистаминовый препарат. Более того, в европейских справочниках, а вы знаете, что этот препарат к нам в виде Таралена пришел еще очень много лет назад из Франции, это просто является антигистаминовым снотворным. То есть, препарат, который снижает активность гистаминовых нейронов и просто тихо, спокойно снижает уровень бодрствования. Поэтому, если вы хотите побороть бессонницу, предположим, которая возникла на солиане, не хотите снижать дозу, не хотите назначать какой-то нейролептик, который слабо действует на дофаминовые нейроны, но все равно их снижает активность, потому что вы хотите продолжить свою линию на активизацию дофаминовых нейронов, но хотите лечить бессонницу, пожалуйста, есть такие нейролептики, которые вовсе нейролептики, или вообще другие антигистаминовые снотворные, как бы оно ни называлось, какой бы группе препаратов это ни относилось, соответственно, вы будете снижать уровень бодрствия, и будет возникать у человека нормальный сон, в общем, вот все, что я вам хотел рассказать, несколько способов я вам предложил, если вы будете правильно использовать, то вас ждет успех, а я считаю, что это очень и очень важно, потому что пора ломать стереотипы, лечение шизофрении, это не всегда додавливания больного до того состояния, что он лежит в лёжку, очень часто приходится лечить негативные симптомы, и эти негативные симптомы надо лечить правильно, не бояться некоторых побочных эффектов, которые могут возникнуть, как и при использовании любого вообще любого другого препарата, как всегда в конце нашей лекции, я вас очень прошу, пожалуйста, подписывайтесь на наш канал, пишите нам комменты, ставьте лайки, от этого зависит развитие нашего канала, это ведь очень важно, ведь чем больше нас будут смотреть, тем больше этой полезной информации достигнет ушей врачей и пациентов, ну, хватит друг друга мучить, хватит друг на другом издеваться, давайте лечить грамотно, это я обращаюсь к врачам, а пациентов я тоже прошу, ну, хватит терпеть, когда загружают тремя-четырьмя нейролептиками, не надо этого терпеть, надо с этим бороться, для этого и служит наш канал, поэтому, пожалуйста, поддерживайте его, становитесь спонсором нашего канала, если это возможно, мы всегда нуждаемся в деньгах на развитие нашего канала, если хотите поддержать, отблагодарить нас за этот ролик, в описании вы найдете реквизиты счета, до новых встреч!